Для выяснения отношений с пасынком, отчим взял в руки нож. 15-летнего подростка медики Новотроицка доставили в больницу с колотым ранением живота, сообщают в Следственном комитете области. Как выяснили следователи, конфликт между домочадцами возник на бытовой почве. Мужчина в ходе ссоры кухонным ножом нанес удар в живот своему пасынку. Сейчас подросток в больнице возбуждено уголовное дело. А вот о ЧП на дорогах расскажем далее в рубрике «Ориентировка». Сбил ребенка и скрылся. Автоинспекторы разыскивают лихача на французском автомобиле, предположительном марке «Пежо 408», который вчера покалечил 13-летнего мальчика. Трагедия произошла на регулируемом пешеходном переходе. Мальчик шел в сторону Дворца культуры, а иномарка летела из центра города. Мальчик ехал на велосипеде, но при пересечении проезжей части он спешился и вел своего железного коня по зебре. Вероятно, так его учили в школе правилам дорожного движения. Однако о том, что на дороге может появиться лихач на французской иномарке, предупредить ребенка, вероятно, не успели. Ребенка от удара отбросил, однако автомобилист не проявил милосердия, а напротив увеличил скорость и скрылся. Скорую мальчику вызывали уже очевидцы. Ребенок госпитализировал в центр детской хирургии с диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом правой ключицы. Лихач объявлен в розыск. Всех, кому что-либо известно о случившемся, его виновники автоинспекторы просят сообщать по телефонам, которые вы видите на экране. За оставление места аварии водителю иномарки грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и уголовная ответственность. Все зависит от тяжести причиненного вреда здоровью ребенка. Между тем, переход, хотя и оборудованным светофором, небезопасен для пешеходов. По словам очевидцев, участники движения нередко путают сигналы электронного регулировщика. Зеленый вот загорелся пешеходный, да? Я иду, водитель не видит. У него ничего не видно. Вот оттуда едет слева, да? У него не видно. Когда мне нельзя идти, машина наоборот останавливается, другая не остановится. И происходит каждый день что-нибудь конфузское происходит. Автоинспекторы рекомендуют всем участникам движения быть более внимательными и вежливыми. Других способов исправить аварийную ситуацию нет. Сегодня утром на улице Чечерина на глазах людей, что дожидались транспорта на остановке «Металист», столкнулись «Лада», «Приора» и «Скутер». Водитель легкомоторного транспортного средства ехал по главной дороге. Забирать разбитый мобед приехали уже друзья пострадавшего мотоциклиста. Что водитель? Вольничество и водитель. Ну ехал человек, никому не мешал. Человек нарушил, выехал от людей, избил его. Водитель отечественной легковушки своей невнимательности не отрицает. Об этом записано и в протоколе ГИБДД. Перестраивался с пасторного, на остановку перележал. И просто человек не заметил, перелегающий на скутере. От гибели мотоциклиста спас шлем. Однако его все же госпитализировали с травмой колена в центральную больницу Оренбургского района. Угодил в аварию и не вот. Автоинспекторы объявили одноименную спецоперацию по выявлению нетрезвых водителей. В первый же день ее героем стал поклонник морской формы алкоголя. На парковом проспекте серебристая ДО-центра под управлением поддатого маримана выскочила на встречную полосу и в лобовую столкнулась с отечественной калиной. Кепка на бекре, нетвердая походка и такая же подпись в протоколе выдали состояние лихача. Вы как себя чувствуете? Нормально. Что-нибудь употребляли? Да. Что употребляли? Класс. Класс? Класс. Крепкий класс, наверное, был. Да. По иронии судьбы, авария свела спортсмена и сторонника отнюдь нездоровый образ жизни. Авария не помешала продолжению банкета. В ожидании экипажа ДПС водитель под градусом со своей спутницей продолжили распитие. Ехали на Калини в сторону парка Перовского играть в футбол. И он с пятого ряда, получается, вывернул, вообще не тормозя. Но мы его, получается, как бы не заметили вообще практически все. Он по нему видно, что он пьяный. Он говорит, да, я пьяный. Он сидел и щупил. Он там сидел и щупил, пока Гарри ехал. За езду под шофер или хочу грозить штраф 30 тысяч рублей, лишение водительских прав сроком на два года. Операция «Невод» продлится до 25 августа.